Осень это когда на улице еще тепло, а вот в доме уже нет. Именно в такие моменты охтубинцы как никогда ждут начала отопительного сезона. Жильцы многоквартирного дома номер 5 по улице Затонская, в их числе, они ожидают предстоящий отопительный сезон в надежде согреться. По их словам, сделать это прошлой зимой было проблематично. Редко 20, редко. А в основном, это у нас вот эти вот угловые, ну там, говорят, по закону должна норма 20 градусов. Но у нас не всегда она дотягивает. То есть некомфортно дома? Некомфортно. Хотелось бы более, не в двух кофтах ходить и в теплых носках. Все время одеты и ходим зимой. Да, конечно, не сказать, что тепло как. Вот я приезжаю в городок, бывает, конечно, отопление там совсем, батареи. Батареи еле-еле тепленькие бывают. Сегодня для того, чтобы довести до нормативного состояния систему отопления в 40-летнем доме, обслуживающая его управляющая компания практически закончила необходимые ремонтные работы. Был проведен весь комплекс мероприятий, обязательный для беспребойной подачи тепла. В том числе замена старых чугунных труб на современные полипропиленовые. Рабочая бригада трудится над поставленной задачей несколько дней. Объем работы немаленький. Необходимо было провести замену труб во всех четырех подъездах. По словам мастеров, в скором времени все проблемные участки, где периодически происходит течь, будут устранены. Стойки поменяли в первом, во втором подъезде. Потом поменяли задвижки, поменяли краны водоразборные. По подвалу часть труб вырезали, тоже поменяли. Кранов очень много заменили. Потом у нас сейчас 189 дом, он почти готов. Мне осталось там варить метров, наверное, 8 трубы. Трубу мы приобрели, 50-ку, очень хорошую. И поставить 4 краника заменить и одну задвижку. Но это мы в понедельник полностью устраним. А так у нас все дома готовы. По Огурино у нас очень много домов, мы их все подготовили. Вчера 16-й дом закончили. Нас еще ругали, что мы не запитываем. Ну, потихоньку запитали и его. И, в принципе, мы готовы. Вот у нас остается только один, заводская 189, остальное все полностью мы сделали. Так что я могу сказать, что готовность у нас на 95%. На финишную прямую выходят и остальные управленцы жилищного комплекса. Готовность ССЖ и управляющих компаний 90%. А у некоторых и все 100%. Эти цифры прозвучали на совещании в городской администрации при главе города по подготовке жилого фонда к предстоящей зиме. Прежде чем начать совещание, Сергей Забловский обозначил его цели. А понять, какие есть проблемы, а потом отдельно будет решать. Чтобы меньше было жалость в вас и в органы прокуратуры. Оказалось, что вот и всего лишь что надо делать. Потому что я специально собрал всех, чтобы сразу присутствовали там и заместители, и энергетические органы. Это нужно понять, какие есть проблемы, чтобы потом эти проблемы отдельно, в частности, уже каким-то образом решать. Проблем, как оказалось, не очень много. На завершительной стадии находятся ремонтные работы, производится частичная замена систем отопления, задвижек, промывка и опрессовка систем отопления. В рамках подготовки к отопительному сезону практически завершены работы на социальных объектах. Средний процент выполнения работ по подготовке учреждений и образования составляет 90%. Проблемы есть, но они не критические, рассказал заместитель главы района Илья Архипов. Шпикер обратил также внимание присутствующих на своевременное получение паспортов готовности МКД к отопительному сезону. К наступлению холодов готовы и ресурсоснабжающие предприятия МУП «Водоканал». В основном все тепловые сети после проведения работы по подготовке к отопительному сезону в соответствии с планным графиком, утвержденным администрацией и МУП «Водоканал» проведены. Гидроиспытания у нас и в весенний период, и в предотопительный период уже тепловых сетей проведены. Амарийные ситуации, которые были выявлены у нас по результатам гидроиспытаний, были устранены. Вот это единственный остался недостаток в районе вокзала, еще раз повторяюсь. В остальном все работы по подготовке к отопительному сезону со стороны готовности теплоэнергетических установок и теплоэнергетического конкурса в целом готовы к отопительному сезону. Касаемо готовности города в целом продолжил докладчик. Договор относительно снабжения природного газа на протяжении отопительного сезона с поставщиком заключен. Осталось получить разрешение Ростехнадзора на пуск газа. К слову, на днях инспекторы данной службы провели рейд по выявлениям недостатков, которые, по словам спикера, уже устранены. Напомним, подача тепла в домах Тубинцев начнется со снижением среднесуточной уличной температуры до плюс 8 градусов на протяжении пяти суток. После подписания главой города соответствующего распоряжения в Ахтубинске официально стартует отопительный сезон.